Чеченская тема Чеченская тема С обеих сторон летят камни Вдруг совсем близко звучат выстрелы Продолжение событий уже кое-как из-за решетки На поле боя чеченские и казахстанские студенты Снимать рядом любить его мобильного видео становится страшно Хотя впоследствии выяснится Оружие не было огнестрельным Илья вспоминает, что это не первая разборка на его памяти В конце прошлого года там даже была какая-то неделя Когда там чуть ли не 10 драк было На основе международной розни Многие в университете напротив О драках ничего не знали В комнате у студентки Марины есть телевизор И девушка только из него узнала, что под окнами ее общежития Был межнациональный конфликт Выразительная деталь После драки милиция увезла в участок только кавказцев Но по чеченским меркам конфликт пустяковый В случае, если двух дерущихся и пять-шесть разнимающих Можно считать массовой дракой Она была, иначе нет Официально утвержденная версия Это был бытовой конфликт Они договорились за кругом столов В кабинете ректора Губкинского Представителей чеченской общины и казахской диаспоры Это не нужный ционерный конфликт Это бытовая такая ссора, ситуация, которая в любом другом вызове возможна Это может вызвать совершенно нездоровый интерес у тех сил, которые работают на раскол На стрелку прибыла подмога из университета дружбы народов Приехали земляки со съемных квартир, но все теперь молчат Остается только гадать, что же это за темные силы, которые хотят поссорить диаспоры Казахи и чеченцы сошлись стенка на стенку В аккурат возле этой полянки События в ступгородке, возможно, так и остались бы лишь достоянием университетской интернет-сети Однако ровно за неделю до этого в Казахстане прошли волнения на этнической почве И вот совпадение Их участниками была чеченская и казахстанская молодежь В ход шло огнестрельное оружие, с обеих сторон ей жертвы Эти кадры не показывали в России и, скорее всего, больше никогда не покажут в Казахстане Бытовой конфликт, все как в Москве Двое юношей не поделили сельский бильярд В драке победил казах, но чеченец взял реванш Этот долго не думает, садится в автомобиль свой, догоняет его по дороге, сбивает Прямо ему в упор в ногу выстрелил На завтра возбужденная толпа казахстанской молодежи окружила дом чеченской семьи Раздалась стрельба, один чеченский парень был убит на месте, двое попали в реанимацию Дом спалили, ответная месть вылилась в массовую драку с оружием и смертями Селение Алматинской области блокировала милиция, впускали только местных жителей Вы сначала выключите, мы потом вам скажем, выключите Жители в знак протеста против бездействия местных властей перекрыли дорогу в Алматы Движение восстановил Собор Хроника расистского террора, так называется рубрика в газете Московского чеченского общества Пишут о притеснении земляков в Рязани, Москве, но никогда, если бы не было в соседнем Казахстане После депортации чеченцев эту страну, своей второй родиной, называют не только руководителя общины Хамзар Тереханов До сих пор наши старшие родители, деды, они ездят в Казахстан, их с большим уважением встречают И для нас это очень важное святое, потому что это земля наших отцов, где они пережили самые трагические свои годы Казахская диаспора провозгласила это мероприятие встречей с телекомпанией РЕН-ТВ Но сразу предупредила, что можно произносить за этим столом, а что нельзя Никаких там моментов связанных с тем, что происходит в Казахстане, что происходит здесь, там и так далее Там, где-то криминал, поле криминал, это не поле нашей деятельности Студентов, участников драки на этой встрече нет, антиказахских настроений в России тоже нет Общий язык с братьями-славянами диаспоре помогает найти мудрая политика двух стран Мне кажется, нам пока не стоит ничего бояться, пока наш президент будет в мире согласия с миром И нам будет здесь жить спокойно Российские чеченцы тоже говорят о мире, но тогда почему? Отсюда, из кабинета, отделанного породистым дубом, сразу после московской драки Президенту Казахстана было отправлено письмо Бизнесмен Мавлит Бажаев и другие видные российские чеченцы Выражали обеспокоенность отношениями между чеченцами и казахами Именно такие бытовые конфликты начинают переживаться межэтническое противостояние Хорошо, что казахстанцам удалось это все пресечь И сам этот конфликт, к счастью, не имел продолжения и развития Вот что на самом деле произошло в Казахстане В селении Казатком митинги местного населения, власти Аксакалы С помощью мегафонов успокаивают собравшихся Депутаты парламента говорят, что большую кровь чудом удалось предотвратить Народ уже сам начал устанавливать справедливость Каждый, если по своему пути справедливость так устанавливает То мы далеко зайдем, это пролется большая кровь Народная справедливость избирательна Особое недовольство вызвали зажиточные чеченцы и бизнесмены У этого человека сожгли магазин Ударили камнями, зажигательные сниси, бутылки закинули Буквально 2-3 минуты прошло, очевидцы говорят Весенний праздник Навруз в этих селах праздновать запретили Опасаясь столкновений Президент Мирсултан Назарбаев прервал официальный визит Взял под личный контроль бытовой конфликт И расставил правильные акценты к пониманию межнациональной ситуации Там участвовали организованные преступные группы Которые давно делили свой регион Так что такую окраску как межнациональная давать не надо Казахи в Казахстане Нация сегодня Которая отвечает за всех, кто живет в этой стране Это понятно, да? По некоторой информации, жертвы казахстанских погромов перебрались в Россию Те, кто повинен в стрельбе, тоже В диаспорах об этом предпочитают не говорить Предлагают думать о хорошем Вот, например, матч по футболу междунациональной футбольной лигой В прошлом году в финале встретились как раз казахстанская сборная и чеченская Перед матчем на поле выходят народные ансамбли Дети выпускают голубей Надо думать, голуби символизируют мир во всем мире Сколько таких стай одичало, никто не считал Вячеслав Николаев, Федор Палихов, Владимир Молчанов Программа «Неделя» РЕН-ТВ